Это я, а это Шалкер Топера, и моя задача на сегодня, загриферить всех игроков и узнать, что они скрывают. Поверьте, я был в шоке. И кстати, я знаю, что ты не подписан и не поставил лайк, ведь по статистике больше 70% смотрят мои ролики без подписки. Так что флайт подписывайся. Ха, и 10 июля в 12 пройдет вайп, а по этому промокоду ты получишь скидку на донат. Айп на экране и в описании, присоединяйся. И снова всем здравствуйте. Прямо сейчас у меня в инвентаре есть абсолютно ничего. А нам с вами нужно прямо сейчас открыть... Ой, нет, подождите, это биржа. Айда, на сервере Арисмайн добавили недавно биржу. Но сейчас не об этом, я перепутал просто с купщика. Нажимаем на купца и переходим в купить предметы. Здесь на вторую страницу, и нам нужно копить 500 долларов и еще 500 долларов. Для этого я прописываю команду слэшкид, у меня открываются наборы, и нам нужно взять обычный набор игрока. После прописи команду варп-майн. Ну и теперь просто стать шахтером на некоторое время. Остается совсем немножечко, и я получаю новый уровень. Теперь мы свою пиджу команду слэш прайс. У нас открывается менюшка с призами, и нам нужно забрать награду за первый уровень. Это 5000 долларов и порошок урана. Но нас интересуют пока что только деньги, деньги, деньги. Возвращаемся к нашему купцу, и нам нужно прикупить себе хотя бы один поршень и один липкий поршень. И долго ждать не пришлось. Я нашел наш самый первый шалкер, который мы с вами загриферим. Просто посмотри, как он находится, я не понимаю, видимо, этот склад вот того чувака. Но тем не менее, ты только взгляни, где заканчивается приват. И по сути, нам нужно поставить один поршень. А еще, кстати, нам нужно скрафтить как можно быстрее рычажочек. Ставим рычаг, и после ставим обычный булыжник. И просто начинаем его двигать. Раз, два, три, четыре, пять. И вроде как, все, мы должны были его подвинуть. Да, есть, отлично! У нас есть шалкеровый ящик. И самое главное, не забыть забрать свои предметы. И момент истины. Что же в нем находится? Открываем и... Ну слушайте, в целом мы выбили просто обычный китстартовый набор. Почему бы и нет? Забираем с собой. И все выбитые ресурсы я буду складировать на свою базу. И в конце мы узнаем, сколько получилось добыть ресурсов. А пока... Я нашел новый дом, и здесь имеется вот такой вот красивый красный шалкер. И нам нужно проверить регион. Смотрим и... Да, действительно, мы можем здесь сломать блок, потому что это свободная территория. То есть этот шалкер нам загриферить не составит никакого труда. А нет, подожди, у меня очень мало блоков, поэтому добываем это дерево. Да, добываем именно киркой. Дерево у нас уже имеется, поэтому мы его ставим вот таким вот образом. И вроде как нам нужно с этой стороны немножечко протолкать наши блоки. Берем наш рычажочек. Ну и просто начинаем по стариночке на него нажимать. Раз, два, три. И знаешь, в чем проблема? Я шалкер-то сломал, а у меня ни жемчуга, ни чего нету. Проблема заключается в том, что у меня нету хоруса, и я не могу его купить. Поэтому давай мы попробуем вытолкать дверь этому чуваку, ставим блок, еще один блок. Нет, он не работает, ты серьезно? Окей, у меня получилось сломать дверь этому чуваку, но я опять же не прошел в дом. Тогда мы пишем команду слэш сетхом и любая буква. После пишем команду варп аукцион, и здесь пишем команду слэш ах. И нам нужно срочно купить где-нибудь хоруса. Хоруса я успешно купил за 2000 долларов. И теперь нам нужно постараться пройти в этот домик. У меня есть всего лишь уже 15 попыток в него каким-то образом попасти. И спасибо, я очутился в какой-то шахте, супер. Но я на этом точно не остановлюсь, потому что мне по-любому нужно пройти в этот домик. У меня уже остается 13 попыток, вы серьезно? Подождите, вы сейчас шутите? Да ну нафиг, 11, я еще и деньги потратил на это. Не-не-не, давай-ка телепортируй меня прямиком в этот домик. Да ты серьезно что ли? Подожди, да ладно тебе, хватит прикалываться. У меня остался последний хорус, и меня телепортировало прямиком в этот домик. Как говорится, повезло. Теперь мы с вами пишем команду слэш ртбс, телепортируемся на рандомную локацию, и мы можем просто зажатым шифтом нажать правую кнопку мыши и открыть этот шалкер. И здесь просто валяется дерн, алмазный по нужную защиту 2, стейки, и все? Это все зачем я шел, вы серьезно? И кстати, мне теперь нужно отыскать свой домик. A few minutes later... Домик был успешно найден. И причем это я про свой. И не только про свой, а еще домик другого игрока. А, и знаешь, что тут есть? Тут есть вот такой вот белый шалкер. И ты только взгляни, регион заканчивается вот здесь вот. А, нет, стоп, подожди, вот здесь вот. Да, стоп, где он? Во, вот здесь заканчивается. По логике, поршень может проталкиваться на 12 блоков. Поэтому я предлагаю немножечко рискнуть, и поставить сюда обычный наш поршень. Ставим снова рычажочек, и просто нажимаем на блок. Раз, и... Да, есть, я видел, он упал, вон он валяется, отлично! Так, во-первых, забираем наши поршни, мы все-таки сегодня не миллионеры, но постараемся ими стать. Да, я молодец, я сломал поршень, но я опять не знаю, как к ним пройти. Окей, давай попробуем скушать. Наш последний и единственный хорус, и я к ним на второй этаж попал! И тут есть какая-то лестница, отлично! И кажется, я смогу... Да, есть, я заб... Я забрал белый этот шалкер. И давай постараемся выбраться отсюда, и посмотрим, что там есть. Вот таким вот дедовским способом постараемся вылезти. Оп, отлично! И опять же, мы пользуемся нашей тактикой. Мы просто ставим на левый шиф, нажимаем и смотрим. Чего? Подожди, мы выбили отсюда алмазку на защиту 1, киркул на эффективность 3, куча блоков на Зерака? У него еще факел душ был, откуда это? Но сейчас не об этом. Как ты можешь заметить, здесь лежит какой-то странный предмет. И этот предмет сила Зевса. Когда во второй руке скорость 2, сила 2, огнестойкость. И мы еще получили морковку, которая при использовании полностью восстанавливает и голод, и тушит нас. То есть, подожди, если мы пропишем команду Slash Shop, откроем донатный магазин и зайдем в раздел редкого, не, стоп, в раздел артефактов, то здесь Сила Зевса продается за 1190 Арисов. Это, если что, внутриигровая валюта. И я просто вынес этот шалкер из этого дома, офигеть не встать. И спустя некоторое время я нахожу этот дом с минимальным приватом. И что самое главное, с этим шалкеровым ящиком, который поменяет исход сегодняшнего ролика. И знаете, что прямо сейчас произошло правильно? Пошел дождик. Ну, ответ неправильный. Я нашел вот этот шалкеровый ящик. И самое, что интересно, смотри, здесь свободная территория. То есть, по логике вещей, я могу ломать здесь блоки, но уже вот здесь. И здесь могу, подожди, серьезно? И здесь. Что? Подожди, у него вообще прямо спритык. Серьезно? Вот это я понимаю. Хорошо, что мы с тобой делаем? Ставим вот так вот обычный наш поршень, берем снова наш рычажочек. И, как всегда, просто нажимаем. Раз, два, и все. Мы шалкер уже сбили, отлично. И самое, что забавное, у него тут еще написано хлам или ненужные вещи. На текущее время. Или не на текущее. И тут прямо изображена ниточка. А здесь уже китстарты или нужные дорогие вещи. Но, к сожалению, я это загриферить не смогу, потому как у меня нету рельс. Но, тем не менее, мы с тобой загриферили вот этот шалкер. Мы с тобой что делаем? Просто нажимаем и смо... Чего нафиг? Ну что? Кого? Какие золотые зачарованные яблоки? Чего? Броня, Бандара, Элитры? Я не знаю, ребят, сколько это стоит, но, похоже, я стал миллионером. И все это находилось вот в этом фиговом домике? Ты серьезно? Он, видимо, из этого сундука перетащил все ресурсы в этот шалкер. Окей, давай заберем все наши ресурсы, которые только можем. Пропишем команду варп аукцион. И теперь пишем аукцион. И ты взгляни. Суперполомные Элитры стоят 650 тысяч. А у нас они почти фуловые. И самое, что важно, у нас есть и тотемы бессмертия, и чарки. Я не знаю, мне кажется, я уже стал миллионером. Но пока что мы складируем все шалкера к нам домой. Я только что телепортировался вот на эти координаты. Если нажать на кнопочку F3, то ты увидишь, что они идентичны. И самое, что интересно, здесь находится белый шалкер. Просто телепортируюсь и сразу же нахожу шалкер. Окей, мы пинаем этого зомби, чтобы он нам не мешал. И блин, тут рельсы находятся, их забрать нельзя. Ну ладно. И наверное, самое что забавное, взгляни. Свободная территория. То есть прямо сейчас я ставлю вот сюда вот поршень. Обычный блок. А, не могу сюда блок поставить. Ну ладно, один блок смещаем. Ставим снова обычный блок. Берем наш рычажочек. Нажимаем и просто двигаем. Конечно, вряд ли там будет лежать что-то хорошее. Но тем не менее, почему бы не проверить. Поэтому забираем все наши ресурсы. И идем забирать белый шалкер. Отлично. Мы его с тобой сейчас берем. Нажимаем и... Чего да вы прикалываетесь? Кого? Какие два тотема? Просто да тут территория уже загриферена была. Вы че? Я не понимаю, как это работает. Ладно, окей. Видимо, когда этого чувака загриферили, он специально сюда поставил шалкер. Хотя нет, подождите. А зачем он сюда шалкер ставил? Я вообще ничего не понимаю теперь. Хотя ладно, какая у меня разница? Я загриферил два тотема из белого шалкера, который просто находился на РТП. Что за бред вообще? Не прошло и года, как я отыскал новый шалкер. И он находится в этом доме. Да, вы мне не поверите, в этом доме даже нету никакой крыши. Но зато имеется вот такой вот красивый шалкеровый ящик. И самое что интересное, здесь приват максимально фиговый. То есть, как видишь, я уже здесь могу ломать все, что захочу. Поэтому, что мы с тобой делаем? Мы ставим вот сюда вот поршень, рычажочек. И по стариночке просто начинаем проталкивать. Все, вроде как мы и должны были сбить этот шалкер. Поэтому забираем все наши ресурсы и идем проверять. Ну-ка, ну-ка. Да, мы его сбили, отлично. А, и как нам отсюда теперь выбраться? Подожди, ну ладно, давай по стариночке вот так, под дедовским способом. И теперь моменты истины. Что там находится? Меня уже ничего не удивит. Мы находили уже тотемы. Вообще, все нашли, что будет тут. А, серьезно, он просто пустой. Зачем я на него время потратил, боже мой. Кстати, я отыскал новый шалкер. И знаешь что? Самое жесткое то, что здесь находится целая обводка из обсидиана. То есть, как ты понимаешь, если я буду его гриферить с этой стороны, с этой стороны, либо же с этой, да вообще без разницы с какой стороны, я никак не сломаю обсидиан. Но, мы выходим с тобой на улицу и дедовским способом залазим к нему на крышу. Вот так вот, давай, быстрей. Не могу. Ну ладно, это не важно. Ведь посмотри, где у него заканчивается приват. И по сути, нам нужно добыть немножечко блоков. Отлично, у нас есть 10 дубовых грёвен. Мы их с тобой переделаем в дубовые доски. И возвращаемся к нашему домику. Теперь нам нужно залезть на его приват. И я сейчас вам покажу, как можно загриферить этот шалкер. Я забыл координаты. Нажимаем на F3, берем блокнотик и просто переписываем вот эти координаты. Отлично, я нашел место, которое нам нужно загриферить. Именно вот этот вот блок. То делаем дальше. Мы с тобой ставим вот сюда вот блок, спускаемся пониже, потому что нам тут всё позволяет, так сказать. Ставим здесь обычный блок и дубовые досочки. И нам опять нужно вернуться к нашему привату. Блин, сколько блоков я трачу на это. Теперь мы с тобой выбираем соседний блок, чтобы мы могли сюда ставить другие блоки. Берем наш рычажочек, нажимаем и всё. Наша задача теперь просто опускать его как можно быстрее вниз. Вот таким вот образом. Только блок сюда не надо ставить. До самого упора, по сути, нужно это будет сделать. И всё, вроде как отлично. На всякий случай, мы с тобой забираем наш рычаг, поршень и спускаемся вниз. Пожалуйста, хоть бы всё было правильно и... Блин, я на один блок ошибся. На один блок, просто господи. Ладно, погнали, ещё добудем немного блоков. A few minutes later. И теперь мы с вами делаем то же самое, только немножечко в другом месте. Я ошибся на один координат. Сломаем вот так вот. И всё, больше я не могу нажимать на этот рычажочек. Поэтому мы с тобой забираем всю нашу конструкцию, спускаемся снова вниз. И, пожалуйста, хоть бы я был прав... Да, есть! Я его сломал, отлично! То есть, вот таким вот образом можно загрифилить любой шалкер. Самое главное, чтобы у вас была не такая большая высота. Потому как поршень может двигать только 12 блоков. Ну, а если вы хотите больше, то вам придётся крафтить наблюдатель. Ладно, давай посмотрим, что мы хотя бы с тобой выбили. Что? 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 Что нафиг? Тут целый стак золотых яблок, целый стак золотой морковки. Ещё один такой же, подожди. Броня из набора Фобоса, ты серьёзно? Ещё и бафы из набора Ариса. Да ну нафиг! Подожди, это всё лежало вот в этом вот домике? Да вы что, прикалываетесь? Блин, там еда была, давай хотя бы немножечко себе морковок возьмём. У меня уже просто еды даже нету. Я боюсь представить, что находится в этом сундуке, если находилась такая вкуснятина вот здесь вот. Но опять же, у меня проблема. У меня нет денег, чтобы купить себе рельсы, вагонетки и тому подобное. Но тем не менее, я максимально рад тому, что мы выбили с этого игрока. Просто взгляни, набор Ариса. Если что, набор Ариса это почти самый лучший набор. Мы его с вами выбили. Я нашёл вот такой вот интересный домик, и если в него зайти, то здесь будет находиться розовый шалки. И вопрос, что в нём лежит, хороший. Но, самое что интересное, если мы выйдем за этот домик и подойдём вот сюда, то здесь не будет никакого привата. А то есть, свободная территория. И здесь можно гриферить и делать всё, что ты захочешь. Поэтому ставим вот так вот блоки, и вроде как нам нужно загриферить вот эту стеночку. Ну-ка, проверочка. Да, именно её. А нет, стоп, подожди, немножечко подальше. Вот так вот. И нужно добыть совсем немножечко себе блоков. О, погоди, а что это за табличка? Интересно посмотреть, что на ней написано. Подходим, смотрим и... А, ну, понятно. В целом, 12 булыжника нам должно хватить. Поэтому снова берём наш рычажочек, ставим его, и по стариночке просто толкаем наши блоки. Смотрим, ну-ка, и вроде как всё. Ну, на всякий случай вот так вот ещё раз. Забираем все наши ресурсы и погнали проверять. Сломали мы шалкер, либо же нет. Заходим и... Да, есть, мы его сломали, отлично. И смотрим, что мы оттуда выбили. А мы выбили... Ммм... Хе... Просто куча песка. Зачем мне этот песок? Ну ладно. Но тем временем я нашёл целых два красных шалкера. И они находятся вот в этом домике. И да, я уже проверил регион. Мы с вами по стариночке будем гриперить сверху. Ой, да кто пищит, не надо на меня пищать. Но для начала нам нужно немножечко собрать блоков. Теперь же нам нужно построить какую-никакую лесенку, но нам будет мешать этот фантом, да? Серьёзно, уйди, пожалуйста. И самое главное это сделать как можно быстрее, потому как я бы заметил то, что очень много игроков каких-то бегают. И смотри, примерно где-то здесь должен начаться приват. Нажимаем. Да, здесь уже занятая территория. Поэтому мы здесь ставим верстачок. После чего крафтим себе побольше лесенок. Вот таким вот он. Всего три штуки. Серьёзно? Теперь же мы с тобой забираемся. И самое главное забраться выше, чем этот блок. А, кстати, по-моему мы сейчас так уже и сделаем. Да, всё отлично. И строим здесь на всякий случай себе лесенку. Чтоб по 200 раз не бегать туда-сюда. Теперь же нам нужно простроиться к этим красным шалкерам. И вопрос только, где они будут находиться. Ну, вроде как я понял. И скорее всего это вот этот вот блок. Ну, там всё равно два шалкера, поэтому какой-то один из них мы точно загриферим. Господи, зомби, вы куда лезете? Вы тоже хотите погриферить? Теперь мы с тобой берём обычный наш поршень, рычажочек. И теперь просто вот так вот спускаемся. Вот так ставим его и обратно возвращаемся. И теперь, как всегда, просто ставим и нажимаем. Самое главное теперь, чтобы нас никто не прибежал и не отпинал. О, знаю, что самое главное. Я забыл взять эндер-жемчуг. Я же сюда никак не пройду, если не найду потайной какой-нибудь проход. Подожди, и кажется, мы там слома... О, стой, стой, стой. Прям чуть-чуть не хватает, ты серьёзно? Блин, а мне проще, кстати, наверное, сюда ещё протолкать блоки. И мы его пододвинем прямиком к нам. Поэтому нам нужно ещё побольше блоков собрать. И теперь мы с вами вновь начинаем ремонтные работы. Я надеюсь, что у меня получится догриферить до этого шалкера. Ну-ка, и вроде как всё. Ну, на всякий случай, ещё побольше. И всё, наконец-то, у меня есть этот шалкеровый ящик. Я предлагаю, наконец-то, посмотреть, что в нём лежало. Нажимаем и... Что? 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 У-у-у, какие? Отвара Василиска, Геракл, Одиссей, Аполлон. Да ну нафиг. Смотри, мы пишем тебе команду Slash Shop. У нас открывается донатный магазин. Переходим в раздел Стрелы Зелий. И ты взгляни, отвар Василиска, Геракл, Одиссей, Аполлон. Что? Подожди, эти все зельки у меня теперь. Так, вопрос. Как бы мне загрифили теперь? Вот этот вот шалкеровый ящик. Тут вроде как нигде нет ни одного прохода. И при себе у меня нет ни одного жемчуга. Даже хоруса нет. кажется удача сегодня на моей стороне потому как ты взгляни у них тут был какой-то просто проход через который я смог попасть прямиком к ним в дом такие небольшой такой рум-тур если тут еще каким-нибудь шалкером может быть тут карта не в картине как там же выход уже смотрим что у нас здесь здесь у нас тоже есть проход посмотри и там что-то еще написано вашему желан понятно и тут есть какой-то еще один проход смотрим да есть все это время сюда зайти боже мой ладно окей у нас есть еще один шалкер который можно загриферить самое главное опять же запомнить координаты и как-то там ставим рычажочек и нам нужно снова толкать блоки вниз вроде как я гриферю в том направлении где нужно поэтому мы должны загриферить сто процентов этот шалкер ну-ка и все я больше никак не могу на него нажать максимум блоков 12 забираем все наши ресурсы и побежали к ним в нычку или что это у них вообще за место такое непонятное я надеюсь то что мы загриферили все таки да есть он валяется он валяется так стоп подожди блин я его подобрал ну ладно это у нас основной шалкер где лежит очень много зелек это очень дорого стоит а это у нас второй шалкер нажимаем и серьезно какой кит старт вы чё то есть эти два шалки расстояли друг с другом рядом ну ладно кстати я нашел уже новый домик это домик вот этого игрока пройти пожалуйста мной сегодня я загриферю два твоих шалкера самое что забавное смотри у него написано важное и как ты можешь заметить там уже загриферили да этот домик уже знатно тут погриферили и видимо здесь до конца еще не смогли ничего страшного я им в этом помогу ведь тут максимально кривой при вас смотри тут написано свободный план уже занятая ну вот здесь вот свободная территория и то есть мы с вами ставим обычный поршень таким вот образом снова берем наш рычажочек ставим сюда блок нажимаем и все и мы можем в целом вот так вот двигать первый шалкер пошел суждая сразу заберем а то мало ли какая-нибудь еще очистка будет а попозже посмотрим что мы оттуда выбили теперь мы с тобой забираем все эти ресурсы вот таким вот образом и ставим снова это поближе то есть вот так вот раз и нажимаем 1 2 3 вроде как все мы все загриферили забираем все наши ресурсы и погнали проверять что мы вообще выбили с этого домика первый у нас белый шалкер нажимаем и смотрим серьезно нет почему мне так теперь повезло вы серьезно он полностью пустой видимо этого чувака просто до конца загриферили у него осталось никаких ресурсов он решил поставить еще шалкер чтобы кого-то потроллить и у нас есть еще фиолетовый шалкер нажимаем и что это такое вы серьезно кого тут у нас 16 свитков метеора при использовании запускает метеор вместо вашего взгляда он взрывается и наносит большой урон тут у нас свиток неуязвимости дает вам неуязвимость от любого урона на четыре секунды яблоко диме что же а броня какая защита 2 что простите для тех кто не в теме пишем команду слышу заходим в раздел уникального и посмотри видок метеора 560 адресов свиток неуязвимости 700 яблоко диметры 770 и это все мы только что вместе с вами загриферили я не знаю что это за дом вообще чувак тебя уже загриферили откуда у тебя такие ресы может быть он их отсюда досталось на переложил я еще не понимаю но тем не менее мы просто невероятно с вами развиваемся ведь если мы пропишем команду слышу мы телепортируем домой и зайдем в самый верхний сундучок и к примеру возьмем все наши шалкеры конечно сейчас проверить тут будет слишком жестко но давай попробуем чтоб нас никто еще не отпинал нажимаем на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 у меня еще несколько шалкеров ты понимаешь мы с тобой это загриферили за два часа и при этом я играю абсолютно без какого-либо доната ты представляешь если бы я сейчас купил бы себе донатик и побегал точно также поискал бы игроков я пужинар на миллионером бы стал взгляни в чат а именно ваши координаты и если мы подойдем вот сюда вот если мы взглянем в левый верхний угол посмотрим вот на эти координаты то они будут максимально похожими где от меня телепортировала именно сюда я подбегаю и вижу тут стоит какой-то шалкер и самое что интересное я пробегаю дальше здесь находится уже свободная территория то есть по сути мы можем снова с вами загриферить вот такой вот шалки поэтому мы с по немедленно вудаку ставим блок после чего поршень рычажочек и просто начинаем вновь двигать наши блоки бам и нет не бам еще все мы его сломали забираем и конечно же забираем всю нашу конструкцию я делиться ей не намерен что же смотрим что мы с тобой выбили и серьезно две семечки пшеницы да ну нафиг тут же вроде база такая но относительно нормально и чарочка есть и ну ладно пофиг я нахожусь возле еще одного интересного домика а интерес это чё там было ладно походу действительно какой-то интересный дом смотри если мы подойдем вот сюда нажмем на кнопочку f5 мы увидим белый шалкер и прямо сейчас мы постараемся его с вами загриферить он находится вот здесь вот и самое что хорошее здесь свободная территория поэтому мы ставим сюда блок а здесь вроде не можем да здесь не можем и где-то вот здесь располагаем наш обычный поршень берем снова наш рычажочек который с самого начала ролика вместе с нами и просто так вот двигаем вам и вроде как мы его должны были подвинуть ну-ка да нет не бери то что он где-то там валяется если там еще трапка и как ты можешь заметить у меня есть 7 эндер жемчугов но вообще было 6 я от пидал эндермена и он мне еще подарил дёрн а другие эндер жемчуги я купил но не суть к мысу вот так вот проходим и пожалуйста хоть бы его забрал не ты серьезно где он куда он подевался а вон он я увижу господи как он а у меня 143 ариса я не смогу купить новый поршень я нахожусь в доме из которого видимо нельзя никак не как выйти скелет ладно пофиг я предлагаю вначале все-таки вот так вот телепортироваться не забрать как не но это никак не возможно будет просто кучу жемчуга втратить либо давай рискнем и попробуем вот так вот нажимаем и я заболгался я заболгался фух и останется прокинуть только вот сюда вот таким образом кидаем все есть я вышел и у меня осталось еще три эндер жемчуга при этом у нас имеется какой-то белый шалкер что в нем лежит я вообще пока что еще сам не знаю потому что я туда не наводился возможно он будет пустым а возможно там лежат хоть какие-то ресурсы поэтому нажимаем смотри кого подожди мы выбили 6 золотых яблок тотем диониса добавляет 6 сердец к вашему здоровью отвар посейдона еще один такой же топор хаоса стрела травле что это за дом вообще я не посмотри здесь какой-то чувак уже гриферил его ну почему он не за гриферил шалкер либо он его просто не заметил почему игроки не гриферит шелкера я не понимаю но тем не менее я не против то что у нас перемеются вот такие хорошие ресурсы я нашел следующий домик и смотри здесь у нас есть очень много шокеров и самое что главное мы можем сюда пройти но если жемчуги тратить пока что не буду потому как если мы отойдем вот сюда то тут будет свободная территория и давай начнем прямиком у с этого белого шалкера мы ставим сюда поршень у меня блоков наверно не хватит чтобы только забрать поэтому добываем возвращаемся с березовыми блоками нажимаем раз два три и блин еще долго гриферить все есть минус 1 шалкер хорошо забираем поршень и это нам все просто нужно сдвинуть на один блок подальше от этого блока берем снова наш рычажочек нажимаем и начинаем двигать так вроде как мы должны продвинуть да есть у нас уже минус 2 шалки они просто там валяются отлично главное чтобы сейчас не было никакой очистки и чтобы сюда не прибежал никакой игрок я очень часто начинаю гриферить и ко мне прибегают какие-то игроки и начинают мне мешать поэтому половина других домов к сожалению я не успел вам даже показать так мы снесли еще один шалкер отлично очень хорошо пока что все идет прям под контролем я бы даже сказал слишком хорошо что меня очень сильно настораживает гриферем дальше вот так вот еще немножечко остается и вроде как там мы снесли еще один да 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 все отлично ломаем этот поршень ставим вот сюда даже можем не ломать и вроде как да вот тут еще один шалки расстался нажимаем 1 2 и как можно быстрее хоть бы сюда никто не прибежал пожалуйста очень я хочу забрать все эти ресурсы все забираем наш поршень и наш рычаг берем жемчуг и самое главное теперь пройти ну тут я вроде мастером вам и все отлично хорошо хорошо и всем тут у нас нету ни одного больше шалкера пойдем пишем команду слэш ртп с давай начнем с вот этого шалки нажимаем пустой спасибо белый тоже пустой это гриферил почему они все пустые тоже пустой серьезно еще один и этот тоже вы тут не пустой тут у нас набор кроноса лежит хорошо я думаю что я уже зря это гриферил не все нормально тут у нас и тотемы и вообще броня ты просто взгляни на защиту 3 меч астрота 4 прочность 2 заговор огня 1 офигеть так у нас еще есть какой-то рок подожди а как он работает типа и чё я сделал тем не менее мы с тобой выбили хорошие ресурсы с этого домика то есть по сути мы не зря это все дело гриферили безопасная локация успешно найдено ваши координаты 5194 и минус 6486 и если мы подбежим вот на эту локацию и нажмем на f3 то ты увидишь то что координаты максимально похожи меня телепортировала где-то в эту область я решил побегать и знаешь нашел вот такой вот домик а самое главное что я в нем нашел так это вот этот вот шалкеровый ящик она это еще не самое интересное самое интересное то что вот здесь он находится а подожди стоп вот здесь вот да да свободная территория так еще раз где у нас этот шалкер вот здесь вот то есть мы с тобой вот так вот отходим отходим и у здесь можем ставить все мы сейчас просто на изи за гриферем его поршень я скал на изи за гриферем отлично и по страничке просто так вот нажимаем бам-бам и еще раз еще немножечко остается все вроде как мы его сломали забираем все наши ингредиенты для грифа берем эндер жемчуг вон там есть дверь даже хорошо подбегаем кидаем жемчуг проходим и все здесь отлично шалкер валяется мы устой подбираем и нет нет я уже видел что там пожалуйста серьезный кит игрока я могу сюда просто стейки взять покушать и порадоваться жизни болеен это очень плохо ребята был найден еще один интересный домик но проблема заключается в том то что здесь есть какой-то игру и самое что интересное взгляни тут находится целых два шалкера а приват заканчивается вот здесь поэтому я предлагаю рискнуть и попробовать за гриферить вот эти два шалкера для этого мы ставим вот такой поршень нет я у криво поставил и начинаем просто гриферить вот так раз надеюсь он это не слышит пожалуйста бам все минус 1 шалкер хорошо забираем все вот этот у меня сюда еще какой-то игрок телепортировался ты взгляни на него у меня яблочко дает спасибо тебе большое я надеюсь что меня трогать не будет потому как я хочу до гриферить этого чувака что мы делаем дальше мы с тобой ставим вот сюда вот поршень нажимаем вот так вот бам пожалуйста бы успел хоть бы я успел потому что в любой момент может это услышать все есть минус шалкер пофиг уже на этот поршень то далее проходим вот так вот отлично бам ты просто взгляни ты зачем я начал проверять этот шалкер нужно было просто уходить там по моему меч донатерский лежал офигеть ну ладно такое тоже бывает и чтобы ты понимал не имея абсолютно никакого доната абсолютно ничего я за гриферил просто взгляни какое огромное количество шалкеров и какие-то из них немоверно дорогие вы может даже почитать в комментариях насколько я на гриферил мне будет интересно почитать им давайте повторю этот эксперимент но зайду уже завтра вы мне не поверите я просто гулял по майнкрафт миру и как вдруг заметил этот шалкер в ящик и мне стало кое-что интересно смотрим когда мы к нему подходим написано занятая территория но если мы повернем сюда и пройдем вот здесь то здесь будет уже свободная территория мы пишем команду с с хом и км и теперь прописываем варп маркет подбегаем к нашему купцу и нажимаем здесь купить предметы переходим на следующую страницу и здесь покупаем поршень конечно побольше можно купить даже и липкие поршни покупаем также дерево и немножечко булыжника теперь мы с тобой крафтим рычажочек на местами поменять все отлично теперь мы с вами ставим один обычный поршень ставим рычажочек и нажимаем на него вот таким вот образом мы с вами двигаем блоки к этому шалкеровому ящику остается совсем немножечко и последний блок все идем смотреть что мы с вами выбили с него туда в самый низ не упал кто так строит хорошо мы ставим и смотрим нафиг серьезно здесь просто набор феникса лежит вы чё ладно хорошо мы это все с вами забираем и возможно этот чувак думал то что таким образом он сможет спасти свои ресурсы от гриферов и честно вам скажу я удивлен и мне стало немного интересно кто же живет в этом регионе для этого я прописую команду rga info и создатель региона вот этот вот игрок мы пишем команду профиль и его никнейм у нас открывается профиль и кто тут к нам ты пнулся давай пока сюда уйдем лучше так вот мы открываем его профиль и у него на игра на 11 часов и при этом у него статус обычного игрока но это нам не важно ведь наша цель сегодня за грифери как можно больше таких игроков и что же был найден новенький домик в котором имеются очень много сундуков и самое что главное то что под ними нету ни одной печки как ты видишь и мы можем спокойно это за грифери или для начала нам нужно понять где у него заканчивается регион то есть как видишь тут у нас занятая территория и вот она свободная территория здесь мы можем сломать вот так вот бок и как мы видим сундучки находится здесь ломаем с этой стороны блок и ее завис только что прежде меня блок хочет съесть это чё забучие пески какие-то ладно нам не до этого поэтому мы с тобой берем липкий поршень ставим его так вот и нажимаем на рычажочек все тадан как видишь мы сломали наш первый блок для грифа теперь же мы ставим вот сюда липкий поршень и давай наверное сделаем себе побольше рычажочков а то это очень мало вот так то другое дело снова нажимаем здесь мы теперь убираем наш липкий поршень и с этой стороны мы забираем песочек ничего сложного а вот то что там лежит может даже очень сильно нам помочь и небольшой гайд смотри у нас здесь находится свободная территория здесь занятая если мы поставим сюда липкий поршень то как ты видишь мы не достаем до песочка поэтому мы с тобой ломаем все липкие поршни достаем наш обычный поршень ставим его и ставим сюда липкий поршень теперь же мы с тобой двигаем с помощью обычного поршня наш липкий поршень и где-нибудь здесь ставим рычажочек все мы забрали как раз таки этот песок после ломаем обычный поршень и ставим липкий снова нажимаем на рычаг и еще раз уста на рычажочек это мы с вами ломаем забираем и таким образом мы с тобой почти дошли до этих сундуков и теперь нам нужно сделать примерно то же самое то есть ставим обычный липкий поршень а кстати подожди от теперь нам по-другому нужно смотри нам нужно толкать примерно вот сюда липкий поршень но с этой стороны уже находится занятая территория и мы не можем размещать здесь рычаг но для этого есть одно маленькое решение мы пишем команду варб маркет теперь пишем аукцион у нас открывается аукцион и здесь нам нужно найти redstone тоже redstone был успешно куплен виде 64 предметов теперь мы с тобой крафт ему такой верстачок и уже здесь там мы создаем очень много redstone блоков теперь же мы с тобой ставим редстоуновый блок вот сюда возле обычного поршня и просто его туда нужно затолкать то есть они супер зачем толкаю стопы я не то сделал боли изначально мы с тобой ставим обычный поршень потом мы ставим липкий отправляем как раз таки у нас липкий поршень туда ставим какой-нибудь они стоп нам нужно необычный блок поставить нам нужно поставить обычный блок продвигаем отлично ломаем обычный поршень теперь мы с тобой ставим снова липкий поршень забираем оттуда вот этот ненужный блок и ставим редстоуновый блок тадан как мы видим мы этот блок успешно забрали и теперь нам остается дело за малым просто нужно вернуть его обратно ставим к примеру доктор и сону блок бам еще разочек еще убираем тадан и все как ты видишь все идеально работает и что же наша цель почти что выполнено ведь мы с вами до гриф или до сундукам если мы с вами посмотрим примеру здесь спустимся смотрим мы видим уже целый сундучок но у нас есть небольшая проблема заключается на в том то что у нас нету рельс нету вагонетки и нам где-то нужно сейчас отыскать быстренько железо и чтобы отыскать железом нам нужно отправиться в шахту и что же вот она долгожданная наша железо добываем кстати только сейчас понял я нахожусь в заброшенной шахте где есть вот такие рельсы они нам кстати понадобятся для грифа поэтому это идеально так что собираем и теперь мы с вами ожидаем пока у меня переплавится абсолютно все мое железо мы с тобой берем обычный поршень также берем с собой рельсы и начинаем работу также нам потребуется еще рычажочек берем и теперь нам нужно задвинуть все эти рельсы под этот сундучок вот таким вот образом двигаем двигаем как можно больше и все и также можно сделать небольшую такую гучку для наши вагонетки чтоб она поехала быстрее теперь мы с тобой создаем вот такой вот сундучок создаем воронку и после создаем обычную вагонетку соединяем и у нас получается загрузочная вагонетка и теперь момент истины что там будет лежать отправляем нашу вагонетку смотрим подожди вы пустые вы серьезно я сколько время не потратил на это чтобы просто загриферить ничего что же спустя долгое время и надежды я загриферил еще один целый проход и я надеюсь что там будут лежать хоть какие-то ресурсы но не зря же я столько работал что же мы ставим рычаг и продлеваем туда побольше рельс вот таким вот образом как мы делали из этой конструкции 1 2 и последний раз все у нас все отлично вот так оставим горочкой берем нашу загрузочную вагонетку и просто ее толкаем пожалуйста дом дай мне хоть каких-то ресов да 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 тут хоть что-то яблоко лежит хорошо 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 и подожди нет 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 мы с тобой крафтим один сундучок чтобы в него складывать все ресурсы которые мы выбили оттуда вам и пока что я вижу здесь лежит подожди это все это все что я на гриферил с этого дома да ну нет это просто обычный кит старт никому нафиг не нужный ко мне только что подошел вот этот игрок и написал мне это твой rg нет это не мой рг я здесь просто нашел домик и тут есть сундучки которые находятся вне печек их можно попробовать даже загриферить и для того чтобы нам его загриферить нам нужно во-первых снести вот эти два блока и потом еще снизу пробираться поэтому предлагаю начать с верхних чтобы нам было немножечко проще там ориентироваться для этого мы с тобой ставим вот сюда два липких поршнем вот таким вот образом и два обычных сзади него вот так вот ставим вы сюда блок и нажимаем раз все у нас отправились эти блоки второй раз отлично и теперь мы сносим обычные поршни вот таким вот образом и ставим липкие все забираем отсюда эти блоки там какие-то игроки приючи сейчас буду грифери когда там там алмазник у них у год они там еще что скидывают по всей видимости ребята я надеюсь то что вы меня не видите давайте на шифте здесь будем находиться аккуратно круче нам нужно гриферить пока хозяева дома здесь ребят не обращайте внимание на все хорошо не надо не надо так ладно мы сюда чуть-чуть попозже вернемся у меня тут . дома стоит уходим пока что мы с тобой прикупим себе зелье силы конечно же и покупаем зелье стремительности ах ты нафиг ты куда мои поршни стырил на базу вернул мне их так как тут были у нас алмазники я боюсь то что это их дом и они захотят меня за гриферить поэтому фиг его знает лишь он там появляется поэтому изделиям на всякий случай пускай у меня будут да 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 он там тэп ну кого-то короче отходим сейчас выпьем с тобой одно зелье потом выпьем второе и продолжим гриферить а зелька у нас будет просто как наша небольшая такая защита поэтому мы что делаем мы подходим сюда сколько их там сколько я понял 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 хорошо я понял это ваш дом все не буду тогда гриферить смотри вот мои координаты когда я только что телепортировался и теперь сравни их который находится слева сверху и знаешь что я здесь нашел просто взгляни вот эти сундуки они стоят максимально близко к свободной территории и знаешь в чем проблема мне нужно понять какой страны это все гриферить потому как смотри если мы будем гриферить этот сундук то мы не сможем загриферить этот ведь у нас тут будут рельсы они будут соприкасаться друг с другом и получится полная фигня мы это не за гриферим поэтому давай проверим еще с этой страны насколько здесь большая свободно ну в целом здесь тоже можно ладно что же давай тогда приступим наверное мы с тобой начнем пускай вот с этого сундука не кричи на меню ты че орешь что же по стареньки ставим липкий поршень нажимаем на рычажочек забираем его ставим снова липкий поршень забираем тот блок ломаем нажимаем сюда забираем и в целом мы уже почти половину и у работы сделали теперь нам только нужно отправить до липкий поршень вот так вот поставить обычный поршень и уже здесь нажать а стопы зачем так-то я буду усложнять я просто так сделаю все раз-два а блин такой не забрать точно нажимаем вот так вот все отлично забрали еще один песочек не забрали вот так вот забрали все супер и уже в этот раз нам нужно отправить как можно дальше наш липкий поршень поэтому ставим сюда обычный теперь поршень вот так вот все супер заменяем теперь обычный на липкий забираем и теперь вот здесь нам нужно поставить редстоуновый блок нажимаем все супер у нас почти что все получилось забираем этот блок теперь ставим редстоуновый блок отличным и вот таким вот образом мы с тобой забрали еще один блок песка и почти чтоб дошли останется сколько там два блока по моему да ну да вроде два блока 2 даже посмотрим раз и вот здесь под этим до 2 блока что же спустя некоторое время мы наконец-то до гриф или до этого сундучка то есть там территорию нас свободно как видите мы можем подойти с помощью вагонетки для этого мы ставим обычный поршень обычные рельсы и берем рычажочек нажимаем и вот таким вот образом снова отправляем наши рельсы главное чтоб там хоть что-то было нормально пожалуйста я не хочу чтобы там какой-то бред выпадал всем нам нужно заново теперь сделать вагонеточку поэтому быстренько это сами крафтим отлично загрузочная вагонетка у нас присутствует нажимаем пускай на есть все идем смотреть что мы с тобой выбили вот так вот нажимаем пожалуйста хоть бы нажать давай поп чё чё да ну нет там все пусто серьезно просто пусто ладно я не отчаиваюсь ведь у нас тут имеется еще вот тут сундучок да я не буду гриферить вот этот потому что здесь у нас находятся рельсы и если я начну гриферить они у нас совместятся и короче я не смогу загриферить поэтому начнем с этого сундучка и если в нем ничего не будет то тогда еще за гриферим вот этот и вот этот я хочу полностью забрать все ресурсы опять же если они там будут если их там не будет то пусть все печально я буду плакать в подушку и сейчас мне предстоит опять делать те же самые действия отправить туда липкий поршень вот таким вот образом посадить все рычажочек нажать все это дело обратно вот так вот вернуть ничего сложного просто занимает немного времени и что же наконец-то весь путь был успешно сделан у меня остается не так много рельс как было вначале но что мы имеем нам заново нужно крафте себе вагонетку у меня нету удочки и за счет этого мы не можем доставать наши обычные вагонетки что кстати очень печально но пока что у нас всего хватает почему бы и нет а почему я сейчас поставил нет 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 стоп нам сначала нужно привести туда у так вот рельсы я совершенно об этом забыл так вот проводим как можно больше и вроде как почти дошли да ну-ка ну-ка да все дошли наконец-то все ставим нашу загрузочную вагонетку разгон пошел давай давай и пожалуйста хуй бату хоть что-то лежало прошу тебя нажимать да 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 есть тут алмаза у нас вот это хорошо и ну какой-то бред опять пошел да что же это такое ладно выкидываем ненужные нам ресурсы и смотрим дальше у нас тут кожанка какая-то выпала и чё это все да ну нафиг вы чё издеваетесь надо мной и вагонетку не достать блин чё ж такое ну ладно смотри результат уже есть мы получили 6 алмазов и если так бегать и собирать чужие ресурсы я думаю на этом можно развиться у нас вначале видите как повезло мы загрифили шалкер в котором лежала целая алмазка кто его знает что будет лежать дальше ну и давай наверное попробуем загрифили вот этот сундучок кстати самое что интересно тут как будто кто-то уже пытался гриферить объясню каким образом только сначала заберу свои ресурсы смотри здесь имеется какая-то яма и это яма явно не моя я ее не делал и кто ее сделал тоже непонятно видимо кто-то попытался но непонятно есть смысл общего гриф или бы нет пожалуйста хоть бы там хоть что-то был по старой тактике нам нужно отправить туда поршень вот таким вот образом нажимаем на рычажочек забираем все что у нас только тут имеется вот таким вот образом бам-бам-бам отлично уистой полин сломал снова нам нужно отправить туда липкий поршень вот таким вот образом а даже еще на один блок нужно точно такую такую бам все теперь это все дело мы с вами забираем подходим вот сюда нажимаем отлично а зачем к培иции тех 자�лагу теперь мы ставим сюда редстоуновый блок все отлично забираем его сюда вновь мы ставим липкий поршень забираем его и здесь ставим этот самый редстоуновый блок я уже в словах путаюсь столько одних этих же слов то что блин тяжело на самом деле и как видите мы снова почти подошли к этому сундучку что же все снова было успешно готово но вопрос теперь что находится в этих сундуках я не знаю поэтому ставим поршень берем наши снова рельсы и что я могу сказать просто надеемся нам нужна небольшая хотя бы надежда то что там будет ну хотя бы алмазы вот как здесь пожалуйста хоть какие-то ресурсы пожалуйста еще немножечко осталось все у меня надежда то что мы реально хоть что-то лежит а блин я опять забыл вагонетку скрафтить точно что же вагонетка готова и ну как говорится удачи нам все запускаем пожалуйста хоть бы что-то было перевести срочно сделаем себе сундук 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 и побежали складывать ресурсы так хорошо мы выбили точно вот это да фиг узнать чему там убивали короче смотрите что мы сейчас будем выбивать и потом есть что он в комментариях напишите что это такое так собираем куда у меня точно ресурсов то хватит еще вот это берем 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 кажется я сегодня сорвал джек под наконец-то хоть какие-то ресурсы и я видимо это все ну сорвину посмотри что мы с тобой выбили просто взгляни на этот сундук офигеть не встать это набор фобоса сколько тут тотемов даже чарка есть короче пишем слэш кит вот так вот открывается и набор фобоса чтобы ты понимал его можно купить за 2000 айресов и просто взгляни на этот инвентарь офигеть наконец-то нам повезло мы хоть что-то выбили я просто безусловно рад этому ребят мы даже сейчас можем поменять нашу фуфленую какую-то броню и просто снарядиться в эту почему бы и нет мы теперь стали намного сильнее чем были и как вы понимаете все таки я не зря гриферил эти сундуки просто сколько было невезение смотри мы за гриферили сначала этот сундук и нам не повезло это тоже не повезло и тут же под а что будет вот в этом сундуке мы сейчас тоже с вами узнаем потому как я хочу его тоже за гриферить поэтому нажимаем и погнали гриферить что же вновь у нас надежда на то то что там будет лежать хоть что-то хорошее поэтому просто гриферим как можно быстрее нам нужно дойти до этого сундучка и все под парочку рельс осталось мы сейчас что делаем закидываем нашу вагонетку давай катись 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 и ну нет нет пожалуйста ну чё за бред начал какой-то выпадать так выкидываем ненужные ресурсы давай пока что вот это а суп у меня столько моркови был чего ну и да мне это все что нам выпало просто еще кит стартовая броня и нам не сильно нам повезло с этими сундуками ну хотя бы только вот один нормальный сундук это по моему вот этот вот что житель чего нафиг окей я наконец-то вернулся к компьютеру потому что я сейчас немножечко действительно офигел только что телепортировался админ прямо передо мной и просто поставил шалкер подожди это что такое было сейчас мне интересно а тут занятая территория то есть он каким-то образом заприватил эту территорию и поставил шалкер подожди насколько вот тут уже свободная территория подожди а зачем он это сделал вопрос окей это прям реально максимально странно сейчас но что мы делаем мы с тобой просто им сюда обычный поршень вот так вот ставим булыжник и просто ломаем этот шалкер блин я не знаю если я сейчас ломаю мне бан не дадут я не знаю окей этот шалкер находится у меня я не знаю телепортируется этот админ сейчас ко мне фриз либо же нет но он окей мы заполучили его давай пропишем команду куда-нибудь ртпф а блин я не могу так писать в нем вы не можете использовать этот вид телепортации потому что у меня обычный на тритон а вот ртпс у меня работает окей давай поставим с тобой этот шалкер и вообще мне интересно зачем он это сделал фаном открываемые тут у нас два листочка и еще лежит гнев богов когда во второй руке сопротивление 2 скорость 2 сила 2 и еще огнестойкость что-то написано я знаю что ты следишь за мной чего я не слежу за тобой фриз ты чё это тебе подарок а понял спасибо фриз видимо он видел то что я гриферю сейчас чужие шалкера и ну решил меня подбодрить таким приятным бонусом вот это я понимаю но на этом я не хочу останавливаться да мне подогнали супер ресурсы админы но я хочу за гриферить вот этот дом посмотрите здесь находится шалкер здесь находится сундук и самое что интересно смотри я ломаю там приват а тут свободная территория то есть я могу где-нибудь вы здесь поставить сюда год поршень и просто взять булыжник нажать один разочек погоди а я же пройти стоп я могу пройти я могу пройти все у меня про а подожди мне и жемчуге есть точный все уже про это забыл так мы так вот нажимаем и не попадаем да и еще раз не попадаем а почему вы не можете надеюсь в этом регионе чего как это вообще понимать окей тогда знаете как мы сейчас делаем вот с стороны берем так проходим отлично все шалкер у нас мы теперь с вами кушаем хорус и давай мы этот шалкер откроем попозже мы вначале по гриферим еще вот этот сундук потому что ну просто максимально легко его за гриферить нам по-хорошему нужно просто с этой стороны два раза нажать на рычаг то есть нажимаем с этой стороны конечно правильно я нажал хорошо нажимаем раз нажимаем 2 наломаем эти блоки и в целом все у нас вагонетка туда уже может проехать все отлично мы теперь берем обычные рельсы обычный поршень вот так вот и снова вот так вот нажимаем 1 2 все теперь нам нужно просто сделать вагонетку и все вагонетка готова и я готов гриферить встаем нажимаем и смотрим да ну нафиг серьезно просто пустой абсолютно весь сундук вы чё издеваетесь надо мной окей правило номер один видишь такой дом даже не гриферею хотя подожди у нас есть еще вот этот шалкер нажимаем и просто 16 песка вы чего прикалываетесь просто максимально фиговый дом блин ладно вы знаешь чем если бы сделал мы поставим сейчас вот сюда вот так вот поршень вот я блин почему не ставится нормально вот так вот нажимаем 1 а подожди вот так вот нужно он не гриферит что подожди я не могу ему дверь сломать ну и ладно все оставайся с таким домом и у меня для вас есть одно хорошее предложение если ты хочешь забрать гнев богов то переходи ко мне в телеграм там будут все координаты ну и также смотри вот эти два ролика и я тебе уверяю они получились лучше чем этот